На календаре 20 ноября О том, как жили самарцы в середине 19 века, мы можем узнать со страниц газет. Например, 20 ноября 1854 года самарские губернские ведомости опубликовали такой материал. Никаких налогов на земледельческую промышленность в Самаре нет, кроме оброченной платы за земли, раздаваемые от города. Можно утвердительно сказать, что самарские горожане-земледельцы получают от своих занятий весьма значительные пользы. Тем более, что сбыт их произведений на местной пристани весьма удобен. А свободное от земледельческих работ время они употребляют на другие, также небесприбыльные занятия. Так многие домовладельцы держат при домах своих разный скот и птицу, от продажи которых получают немаловажную выгоду. В 1891 году с открытием очередного театрального сезона внимание самарских журналистов привлек оригинальный зритель. Будучи незрячим, он не пропускал ни одного спектакля. А 20 ноября 1891 года даже стал героем публикации местных газет. Один из журналистов на очередной премьере обратился к нему с вопросом «Вы же ничего не видите?» Слепой зритель не без задора ответил «Я действительно не вижу, что происходит на сцене, зато движения человеческой души мне видны гораздо лучше, чем вам». Сегодня праздник каждого ребенка нашей планеты – Всемирный день детей. 20 ноября 1959 года была принята первая декларация прав ребенка. Она провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития. А ровно через 30 лет, 20 ноября 1989 года, когда была подписана Конвенция о правах ребенка, декларация приняла статус международного правового документа. Поэтому другое название этого праздника – Международный день прав ребенка. В 20-й день последнего месяца осени появились на свет. Русская поэтесса и писательница эпохи Серебряного века Зинаида Гиппиус. Советская и российская балерина, хореограф, педагог, народная артистка СССР Майя Плесецкая. Советские и российские актеры театра и кино удостойны звания народный артист СССР Михаил Ульянов и Алексей Баталов. Именинники сегодняшнего дня – представители сильной половины человечества – Кирилл, Максим и Михаил. 20 ноября в народном календаре «Федотов день». Обычно к этому времени устанавливался снежный покров и замерзали водоемы. Гололед на Федота – примета, предсказывающая, что такая погода продержится достаточно долго. Наши предки с нетерпением ждали, когда на реках установится твердый ледяной покров, поскольку рыбаки открывали сезон зимней рыбалки, а по заледеневшим рекам можно было ездить. Мы рассказали вам лишь о некоторых событиях 20 дня последнего месяца осени. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова